зовут меня юрий я сам из харькова это произошло 24 февраля проснулись мы утром рано это где-то было еще пяти не было от странных звуков как выяснилось потом это звуки были ли артиллерия или ракеты или снаряды рвались ну непонятка было ну по привычке как всегда подождал звонка будильника и собрался на работу продолжались все звуки взрывов в общем пришел домой выяснилось что по телевизору узнал что российская федерация начала так называемую свою спецоперацию вот так начался первый день войны каждый день обстрелы обстрелы паника и в течение почти двух месяцев мы пытались жить выживать в таких условиях это конечно было страшно магазины поначалу были вообще пустые потихоньку начала стабилизироваться но каждый день ложиться спать и вставать под звуки канонады это тяжело и почти два месяца прошло город свой харьков покидать мы не хотели корица привыкли к родному городу но после того как все произошло у нас во дворе уже скажем точка кипения пришла и решили уехать из города а случилось все днем в обеденное время когда я просто хотел сесть на кухне поесть сел возле окна и начались прилеты успел только отскочить от окна потому что стекло вылетел от взрывной волны и в панике мы бросились в тамбур не знаю как мы выжили но соседний дом попала квартира сгорела в магазин попала во двор то есть терпение лопнуло и мы решили уехать я взял семью жену своих домашних питомцев кошку с собакой и выехали в более безопасное место друзья спасибо пригласили встретили приехали мы в село нас поселили в домике спасибо людям местным сочувствуют помогли чем смогли продуктами там всякими инвентарем ну и начали потихоньку обустраиваться но скажем хоть здесь тихо и спокойно домой все равно хочется каждый день встаешь с мыслями что дома лучше как бы не было хорошо в гостях ну ничего потихоньку обустраиваемся конечно не городские условия в деревне колодец на улице ну это такие мелочи по сравнению с тем что происходит дома как-то обустраиваемся чтоб чем-то себя занять он решили помочь соседям тут огород посадить каждый день смотрим новости все переживаем то что там осталось у меня и мать и знакомые в городе каждый день на телефоне новости созваниваемся с домом улучшений пока никаких нету но все время ждешь когда она закончится и хочется вернуться к нормальной жизни домой здесь я не один здесь очень много таких как я и моя семья живем беженцы из харькова у каждого свои проблемы но все мы сплотились в одно целое дем не дождемся когда она все же закончится наступит мир и вернемся мы все по своим домам как вернемся домой наверное потихоньку восстановим свое жилье поменяем может окна хочется на работу ты шо же соскучились мы по работе надо помогать и себе будет и людям восстанавливать город наш красивый дай бог что все будет нормально и мы с этим справимся